Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. Авторы Джозеф О'Коннор, Ян Макдермадт. Мы все – система, живущая в мире систем. Человеческий организм – отличный пример системы, состоящей из совокупности слаженно работающих систем – иммунной, пищеварительной, кровеносной и многих других. Города, в которых проходит наша жизнь, – это тоже сложные системы, объединяющие другие сложные системы. Мы используем системы в быту, работаем в организационных системах. Наша Земля – система, вращающаяся в Солнечной системе. При этом нас с детства учат использовать в основном формальную логику, в большинстве случаев пасующую перед сложностью и многоходовостью систем. Чтобы эффективно разбираться в непростых ситуациях, решать запутанные проблемы и добиваться успеха в разных областях жизни, бизнесе, сохранении здоровья, личных взаимоотношениях, спорте и т.д., очень важно научиться оперировать именно системным мышлением и осознать его важность. Системное мышление учит нас быть скромнее и понимать, насколько сложен, противоречив и непредсказуем мир. Наше сознание даже при помощи самых совершенных компьютеров не способно понять его в полной мере и просчитать все последствия наших действий, распространяющихся словно круги на воде. Системное мышление дает нам ключи к пониманию мира. Ведь сконцентрировавшись на характере связи между элементами, можно найти много схожих структур и законов работы совершенно разных систем – финансовых, человеческих, маркетинговых, технических, физиологических. Осознав закономерность функционирования систем, можно научиться эффективно прогнозировать их дальнейшее поведение и оказывать на них влияние. А значит, системное мышление позволяет, не тратя года жизни на изучение конкретных областей знаний, понимать, как работают самые разные системы. Часть первая. Мышление за пределами очевидного. Что такое система? Система – сущность, взаимосвязанные части которой функционируют как единое целое. Любая система состоит из более мелких систем и, в свою очередь, является частью еще более крупных систем. Именно благодаря взаимодействию частей и связи между ними система поддерживает свое существование. Если что-то добавить к системе или изъять из нее, она изменится. Расположение частей внутри системы также может иметь решающее значение для ее существования. Системное мышление обращено к системе в целом, к ее частям, а также к связям между частями. Свойства систем – это свойства целого, части которого не обладают этими свойствами. Поэтому системное мышление начинается с изучения целого, от общего к частному. Чтобы понять свойства системы, надо наблюдать за ней в действии. А поняв, как действует одна система, можно понять поведение других систем, так как оно зависит не от частей систем, а от взаимосвязи между частями. Базовое свойство систем таково, что, разделив систему на части, вы получите не несколько систем, а поврежденную и неработающую систему. Ни двигатель, ни карбюратор автомобиля сами по себе далеко не уедут. Когда мы начинаем изучать части системы по отдельности, нас подстерегает еще одна опасность. Мы теряем и упускаем связи между частями, которые принципиально важны для формирования интересующих нас свойств. В этом случае наше понимание становится неполным и ложным, а выводы неправильными и даже вредными. Анализ, дробление системы на части, дает нам знание, а синтез, объединение частей в целое, дает понимание. Расчленение системы, анализ, для того, чтобы понять, из чего она состоит и как работает каждая из частей, при правильном подходе тоже может быть очень полезно. Поведение системы зависит от ее структуры. При изменении структуры оно меняется. Чем сложнее система, тем менее предсказуемы ее свойства. Свойства системы называют эмерджентными или возникающими, потому что они возникают только в процессе ее работы. Отдельные картинки превращаются в мультфильм, когда начинает работать проектор. Автомобиль движется. В реке неожиданно появляется водоворот. Из водяных брызг рождается радуга. Наше сознание тоже эмерджентное свойство. Создаваемое миллионами соединений нейронов. Сложность систем. В мире систем больше не значит лучше. Существует верхний предел разрастания систем, после чего они становятся слишком громоздкими, плохо поддаются управлению, чаще ломаются. Поэтому слишком сложные системы, создаваемые человеком, например, организационные, следует по возможности дробить на более мелкие, формируя промежуточные связи и уровни управления ими. Сложность систем можно охарактеризовать как детальную и динамическую. Детальная сложность подразумевает, что система состоит из слишком большого количества частей. Пример, мозаика. А динамическая подразумевает, что между частями системы слишком большое количество связей, так как каждый из элементов может пребывать в разных состояниях. Пример, шахматы. Чем сложнее система, тем сложнее выявить ее потенциальные проблемы и побочные эффекты. Лекарства могут быть безопасны по отдельности, но при совместном применении конкретным человеком со своими физиологическими особенностями, они способны спровоцировать заболевание, которое проявится через несколько лет. Чем больше в системе связей, тем больше влияние на нее, поскольку изменение любого элемента может повлиять на всю систему или создать цепочку перемен и побочных эффектов. Это можно сравнить с кругами на воде. Изменения в одной части могут повлиять на другие части и волнообразно дойти до самых отдаленных точек. Поэтому в системах практически невозможны точечные изменения. Например, применение пестицидов в сельском хозяйстве может в будущем самым непредвиденным образом сказаться на здоровье людей и на экосистеме в целом. Сложные системы, при том, что они легко поддаются влиянию, довольно стабильны, поскольку их части взаимосвязаны. Они противятся изменениям и при дестабилизации стремятся к исходному положению. В этом состоят причины торможения реформ и трудностей, возникающих при попытке изменения даже самых неэффективных политических систем. Однако изменения самых сложных систем вполне возможны, и они часто бывают внезапными и радикальными. Давление внутри систем может нарастать постепенно, а затем система неожиданно лопается, как воздушный шар, из-за самой ничтожной мелочи. Примером этому может служить падение Берлинской стены или распад Советского Союза. Даже сложную систему можно изменить, если найти ее уязвимое место. Воздействуя на него, вполне реально добиться значительных перемен, приложив небольшие усилия. Это называется принцип рычага. Система не может работать эффективнее, чем работает ее самое слабое звено. Короткий путь по самой просторной трассе займет много времени, если в одном месте большинство полос перекрыто из-за ремонта. А работа замечательно организованного интернет-магазина вызовет массу нареканий, если он сотрудничает с нерасторопной службой доставки. В таких случаях систему можно изменить, если сделать ее слабое звено точкой применения рычага. Мышление в категории обратной связи или контурное мышление. Системное мышление – это нелинейный процесс. Для него характерны циклы, контуры и петли обратной связи. Петля обратной связи означает, что воздействие на систему возвращается в исходную точку в модифицированном виде и оказывает влияние на следующий шаг. Например, вы разговариваете. Собеседник отвечает. Его слова влияют на вашу последующую реакцию. Вы захотели есть, поели. Ваше чувство голода утолено. По принципу обратной связи работают миллионы систем – человеческих, технических, природных. Усиливающая обратная связь Когда каждое изменение, возвращаясь в обратную точку, служит сигналом для дальнейшего, более сильного изменения в том же направлении. Таким образом, она все больше удаляет систему от изначального состояния. Так растет население на Земле, число кувшинок в пруду, экспоненциальный рост, деньги на счете, увеличивается в размерах катящейся с горы снежный ком. Уравновешивающая обратная связь Служит противодействием для первоначального изменения, отражая стремление системы к равновесию. Она поддерживает стабильность системы. Примером может служить система терморегуляции человека. При повышении температуры выделяется пот, который, в свою очередь, понижает температуру. Если цель системы сохранения себя и равновесия, то она стремится сократить разницу между действительным и идеальным состоянием, сдвигая систему к идеальному состоянию. Уравновешивающая, упреждающая связь Когда предвидение события становится его причиной, информация об изменениях возвращается в систему и гасит изменения. Многим известен феномен так называемого самосбывающегося прогноза. Когда финансисты прогнозируют возникновение проблем у конкретного банка, вкладчики спешат забрать из него деньги и банк действительно разоряется. Хотя первоначальные прогнозы о проблемах банка могут и не соответствовать реальности. Усиливающая, упреждающая связь Так называемое самоопровергающееся пророчество. Когда предвидение событий может повлиять на будущее в обратном направлении. Например, пожелав сопернику проигрыша и задев его самолюбие, вы можете, напротив, подстегнуть его к достижению успеха. Анализируя обратную связь, учитывайте задержку во времени. Нужно время, чтобы сигнал прошел по всей цепочке и вернулся обратно. Вы не можете наблюдать процесс, происходящий между причиной и следствием. Выражаясь фигурально, вода не всегда начинает течь сразу при повороте крана. Это может тревожить. Надо иметь терпение и немного подождать результатов, прежде чем трясти, менять и дестабилизировать систему. Если вы пытаетесь улучшить систему, максимально увеличивая эффективность одной из ее частей, система теряет сбалансированность. Обратные связи создают давление на другие части, и система становится менее действенной и жизнеспособной. Часть 2. Построение ментальных моделей Ментальные модели Ментальные модели – это убеждения, идеи и системы ценностей, управляющие нашими действиями. Системное мышление можно и нужно использовать для анализа наших ментальных моделей, которые тоже представляют собой системы. Ментальные модели помогают нам осознать причины и следствия, осмысливать другие системы и события, обобщать опыт. Они меняются и совершенствуются с новыми знаниями и опытом. Применяя для понимания ментальных моделей системный анализ, мы можем выявить неэффективные стереотипы нашего поведения, преодолеть создающие проблемы мышления. Ментальные модели похожи на фильтры, через которые мы видим мир. Они интерпретируют все происходящее вокруг нас индивидуальным образом, истолковывая факты. Именно мы и наши ментальные модели наделяем вещи особым смыслом. Например, простое серебряное кольцо или оловянная фигурка могут не представлять особой ценности. Но если они пролежали в Земле несколько тысяч лет и были найдены во время раскопок, им не будет цены. Если при помощи системного мышления мы исследуем свои ментальные модели, то сможем их изменить. Мы сможем создать вместо искаженных и вредных новые реалистичные и полезные модели. которые сделают благополучнее нашу жизнь и жизнь других людей. Задайте себе два вопроса. Как вы накапливаете сигналы обратной связи? Каковы свойства желательных и полезных для вашего здоровья и благополучия ментальных моделей? Затем разработайте механизм, уравновешивающий обратной связи, базирующийся на вашей новой ментальной модели. Тогда все ваши последующие действия будут укреплять вашу новую ментальную модель. Многие наши ментальные модели не выдерживают проверки системным мышлением. Например, мы уверены, что если один член семьи изменится, то атмосфера внутри семьи станет лучше. Но семья – это система, и чтобы жизнь в ней наладилась, измениться надо всем. Или в случае постоянно возникающих проблем в компании, руководство начинает искать виноватых, но при этом чаще всего люди искренне хотят хорошо выполнить свою работу, тогда как сама структура компании не дает им делать этого. Как возникают ментальные модели? Новорожденный ребенок – словно чистый лист, но затем на него оказывают влияние культура, общественное мнение, ментальные модели окружающих его взрослых. Кроме того, опираясь на собственный опыт, мы сами конструируем наши ментальные модели одним из четырех способов. Вычеркивание. Мы не можем замечать и обрабатывать всю поступающую к нам извне информацию, а также реагировать на нее. Поэтому отбираем и фильтруем информацию в соответствии с нашим настроением, привычками и внимательностью. Мы можем не замечать то, что не считаем важным. Когда наши ментальные модели сформированы, вычеркивание поддерживает их в исходном состоянии. Часть опыта просто не попадает к нам в память или не задерживается в ней. Конструирование. Мы можем и достраивать реальность, додумывая то, чего нет на самом деле. Мы легко находим объяснения и затем принимаем их за реальность. На этом принципе основаны многие оптические иллюзии. Искажение. Переиначивание фактов и событий, их неоднозначное толкование. Мы что-то преуменьшаем, а что-то преувеличиваем, подтасовывая получаемый опыт. Обобщение. Мы делаем общие выводы из случайных единичных событий. В обобщении как таковом нет ничего плохого. Без обобщения мы не смогли бы обучаться. Нам необходимо классифицировать вещи, чтобы понимать, как с ними обращаться. Но иногда обобщение играет с нами плохую шутку, загоняя в рамки ложных стереотипов и заставляя испытывать предубеждения. Мы слишком часто неконструктивно используем слова всегда, никогда, все, каждый, никто. Есть несколько причин, приводящих к искажению восприятия опыта. Регрессия. Не стоит базировать предсказания на экстремальных событиях. Если мы интерпретируем возвращение после резкого пика или спада к нормальным показателям как подтверждение правильности наших действий, это может ввести в заблуждение. Например, в бизнесе за экстремальным спадом продаж обычно следует улучшение ситуации, что можно ошибочно объяснить новой политикой руководства. Временные рамки. Ожидать подтверждения правильности действий имеет смысл в течение определенного периода времени. Иначе есть риск сложно связать возможную причину и предполагаемое следствие. Пообещав ребенку награду за хорошую учебу, вы можете, увидев через полгода улучшения в его оценках, ошибочно привязать этот факт к вашему обещанию примирования. Но согласно закону регрессии, основанном на математической статистике, оценки ребенка почти гарантированно будут улучшаться время от времени. При этом вы с удовлетворением решите, что ваши методы правильны и будете практиковать их дальше. Избирательная односторонняя трактовка опыта. В этом случае вы запоминаете определенный тип исхода событий, только положительный или отрицательный, манкируя другим. Например, вам кажется, что телефон всегда звонит в самый неподходящий момент, когда вы моетесь в душе или смотрите интересный фильм. Но вы просто замечаете эти неприятные моменты, выделяя их из череды других. Кроме того, вы создаете обратную усиливающую связь, ожидая подобных ситуаций. В результате все больше отмечаете такие раздражающие мгновения и акцентируете на них свое внимание, принимая их за систему. Если вы хотите совершенствовать свои ментальные модели, то старайтесь объективно воспринимать свой опыт. Запоминайте и анализируйте все исходы событий. Привязывайте свои ожидания к определенным временным рамкам. Причина и следствие С точки зрения системного мышления, причинно-следственные связи не так просты, как мы привыкли думать, поскольку на них влияет много условий и факторов, которые сложно предвидеть и оценить. Например, один и тот же вирус по-разному влияет на разных людей, в зависимости от их иммунной системы, возраста, времени года и даже настроения. Кто-то может перенести болезнь легко, кто-то не заболеть, кто-то попадет в реанимацию, а у кого-то болезнь может иметь отдаленные последствия. Даже то, что верно в большинстве случаев, может оказаться неверным в конкретном случае. В системах более эффективно рассуждать не категориями причин и отдельных событий, а категориями факторов, оказывающих влияние и взаимосвязи этих факторов. Системное мышление раскрывает три ошибочных утверждения, которые обычно приписываются причинно-следственным связям. Заблуждение первое. Причины и следствия разделимы. Во времени и пространстве следствие всегда идет после причины. Широко известен парадокс курицы и яйца. Что из них первично? Тот же вопрос встает и в примере с возникновением дефицита и паникой по поводу его возможного возникновения. Очень часто мы сталкиваемся с круговой зависимостью. Если двигаться в одном направлении, рано или поздно вернешься в точку старта. В системах простодушная схема причина-следствие-стоп редко работает, потому что причина может быть следствием и наоборот. К тому же парадигма причина-следствие-стоп разделяет и разобщает картину мира, отделяя нас от нашего опыта. Цикличное контурное мышление более гибкое. Заблуждение второе. Во времени и пространстве следствие идет сразу за причиной. Действительно, так проще установить взаимосвязь между причиной и следствием, но реальности системы редко бывают просты. В системах часто присутствует фактор задержки, и следствие может наступить в совершенно другой части системы, далеко в пространстве и времени от причины. Поэтому в системах нельзя ограничивать поиски следствия местом возникновения причины. Это приводит к неверным выводам, о чем хорошо знают врачи, которые при болях в спине проверяют не только позвоночник, но и сердце и аппендикс. Особенно внимательно надо относиться к повторяющимся событиям, ища в них приметы паттерна, клише, образца повторяющихся событий, дающих ключ к пониманию системы. Заблуждение третье. Следствие пропорционально причине. В случае взаимодействия материальных предметов, скажем их столкновение, это действительно верно. Но в случае воздействия на живые организмы, далеко не всегда правильно. Крошечный вирус столетия назад мог уничтожить целую деревню. А если ударит собаку, она не просто отлетит на положенное физикой расстояние, но и вполне возможно укусит. Иногда воздействие на систему может не вызывать никаких последствий, потому что у системы есть свой порог восприятия. Кроме того, помимо открытых систем, таких как человек, зависящие от кислорода, пищи, воды, других людей, существуют и закрытые системы, изолированные от воздействия внешней среды и зависящие только от начальных условий, например термостат. Теория хаоса Открытые живые системы, люди, животные, климат, экосистемы очень непредсказуемы. Например, один и тот же человек может по-разному вести себя в одинаковых обстоятельствах. Стоит лишь немного изменить начальные условия. Многим известен и термин «эффект бабочки», который стал использоваться после лекции метеоролога Эдварда Лоренса «Может ли хлопанье крыльев бабочки в Бразилии вызвать ураган в Техасе?» В ней он продемонстрировал, что в таких открытых и сложных системах, как погода, небольшие изменения в начале исследований, вроде округления показателей не до шести цифр после запятой, а до трех, могут кардинально изменить конечные результаты. Подобными чувствительными системами, в которых малейшие изменения начальных условий могут привести к глобальным изменениям, занимается теория хаоса. Но даже в хаотических системах можно найти схожие структуры событий, паттерны, повторяющиеся на разных уровнях. Оказывается, хаос тоже можно подчинить себе, и поведение даже сложнейших систем могут определять простые правила. В первую очередь, для понимания сложных систем надо определить их границы. Во время ремонта дома вы можете просто перекрасить стены и побелить потолки, а можете поменять проводку, трубы, паркет, сделать перепланировку, согласовать ее и так до бесконечности. Затем надо найти аттракторы, стабильные состояния, к которым стремится система. Например, вода из крана может либо капать, либо литься сплошной струей, третьего не дано. Эти два состояния – аттракторы данной системы. Для изменения сложной системы, например, бизнес-организации или политического строя, надо сначала их дестабилизировать, дестабилизировать предыдущий аттрактор, а затем найти новый аттрактор, новое устойчивое состояние. Так можно обновить не только структуру бизнеса или государства, но и изменить их ценности и философию. Точно так же человек может достичь и изменений в своей жизни. Сначала дестабилизируйте свой настоящий статус. Спросите себя, чему служат ваши сегодняшние привычки и что способствует сохранению вашего настоящего состояния. Затем создайте новый аттрактор, подумав, какую новую привычку вы хотите сформировать. За пределами логики Думая, что логика – лучшее подспорье для объективного понимания окружающей нас действительности, мы совершаем большую ошибку. Чтобы осмыслить системы, одной логики мало. Большинство творческих озарений может и основываются на годах кропотливой работы, не без участия логики, но рождаются благодаря эмоциональным и ассоциативным интуиции и воображению, а уже затем под них пытаются подвести логическую базу. Почему же логика бывает неэффективна? Формальная логика причинно-следственной связи не подразумевает временных рамок, тогда как системы существуют во времени и учитывают время. Если температура вашего тела поднимется, то вы вспотеете. Если вы вспотеете, то температура вашего тела понизится. Получается, что если температура вашего тела поднимается, то она понижается. Бессмыслица, с точки зрения логики, не учитывающий фактор времени. Формальная логика безоружна перед самоприменением, рекурсией. Самоприменение означает, что оценка распространяется и на саму оценку. Например, не надо стыдиться своего стыда. К рекурсии относятся и знаменитый парадокс Эпименида, в котором житель Крита утверждал, что все жители Крита лжецы. Если так, то и он лжет, что они лжецы. А значит, он не лжец и он прав. И так до бесконечности. Часто советы, данные в форме рекурсии, такие как «Будь самостоятельным и не слушай ничьих советов», ставят в тупик, так как тогда не надо прислушиваться и к этому совету. Выход состоит в том, чтобы занять метапозицию. Мета от греческого «над» или «вне». Выйти из системы, посмотреть на нее со стороны и осознать истинный смысл сказанного. Ограничивающие ментальные модели Одни ментальные модели делают жизнь легче и радостнее, тогда как другие только осложняют ее. Как выявить ограничивающие и создающие проблемы ментальные модели Поймите, что вы хотите. Определите свою цель. Затем составьте список трудностей, препятствующих ее выполнению. Против каждой из них напишите, в чем проявляется эта проблема и что должно случиться, чтобы она перестала быть проблемой. Ответьте себе, существует ли эта трудность в реальности или она надумана. Если она заключается в отсутствии у вас навыков или способностей, то это может быть признаком, ограничивающей ментальной модели. Сделайте левую колонку, в которой запишите, что вы на самом деле думаете в проблемной ситуации, а в правой колонке напишите, что вы говорите. Посмотрите внимательно, какие обобщающие понятия «всегда», «никогда», «каждый», «модальные операторы», «должен», «следует», «не может», «оценивающие суждения и клише», особенно начинающиеся с «очевидно, несомненно, разумеется», вы используете в речи. Они – самые яркие маяки, ограничивающих ментальных моделей. Вот еще ряд примет, ограничивающих ментальных моделей. Вы отстаиваете реальность своих моделей. У вас узкий круг интересов. Вы не считаете важным приобретение нового опыта. Вы поспешны в выводах и не любите неопределенности. У вас богатый запас объяснений на все случаи жизни. Вы вините себя и окружающих в возникающих проблемах. Не любите переосмысливать свои убеждения. Бизнес определяют ментальные модели людей, принимающих в нем участие. Решение проблем бизнеса надо искать не только в его структуре, но и в ментальных моделях тех, кто им руководит. Ментальные модели становятся лучшими точками приложения для эффекта рычага, способного изменить неэффективную систему. Часть третья. Мыслить по-новому. Обучение. Обучение – понятие намного более широкое, чем наше привычное представление о школьных уроках, лекциях в институте или тренингах на работе. Нас учат все, что мы делаем. Обучение – это когда мы улавливаем обратную связь, возвращающуюся к нам от совершенных нами действий, и меняем себя при помощи этой обратной связи. При этом важно помнить о цели своих действий. Простое адаптивное обучение как раз и заключается в том, чтобы, ориентируясь на обратную связь, принимать решение о дальнейших действиях и поступательно приближаться к своей цели. Оно не меняет наши ментальные модели, а лишь использует набор тех, что уже сформированы. Простое обучение бывает двух типов. Первое – ориентируется на обратную связь, поступающую в момент совершения действия. Это простые задачи вроде запоминания несложных физических действий. Второе подразумевает более сложные навыки, при получении которых обратная связь возникает со временем. К таким задачам можно отнести обучение игре в теннис. В этом случае обратная связь охватывает целый спектр действий, со временем приводящих к точным ударам и подачам. Порождающее обучение. Оно при помощи обратной связи приводит к изменению наших ментальных моделей. При порождающем обучении контур обратной связи может быть как усиливающим, тогда он укрепляет наши ментальные модели, так и уравновешивающим. Тогда он ставит под сомнение существующие модели, стремясь к сокращению различия между желаемым и фактическим положением дел. Если мы способны переосмысливать свои действия и хотим самосовершенствоваться, то наш путь – уравновешивающее, порождающее обучение. Иначе мы будем лишь усиливать наши ментальные модели, пока обратная связь не принесет настолько абсурдную информацию, которая заставит нас наконец усомниться в правильности наших убеждений. Для бизнеса, как и для успешной жизни в целом, важны и простое, и порождающее обучение. Первое – совершенствовать навыки, делает работу быстрее и эффективней. А второе – позволяет менять сам подход к бизнесу и к жизни, дарит новое дыхание и открывает новые горизонты. Что мешает нам учиться? Игнорирование части обратной связи, вычеркивание части информации. Динамическая сложность систем, препятствующая их изучению. Отсутствие в системах формальной логики, большой временной зазор между причиной и следствием. Ограничивающие ментальные модели, игнорирование собственных чувств. Сложность в оценке обратной связи. К примеру, если человек не плачет, это еще не значит, что ему не обидно. Слишком низкий или очень высокий порог восприимчивости и реакции. Неумение задавать вопросы. Ракурсы. Ракурс представляет собой угол зрения, под которым мы рассматриваем ситуацию. Неожиданный ракурс дает возможность по-новому взглянуть на привычные вещи, а системное мышление позволяет оценивать, как разные точки зрения взаимодействуют между собой и образуют общую картину. Все, что мы разрешаем себе увидеть, создает наши ментальные модели. И наоборот, ментальные модели позволяют нам видеть только определенные вещи, ограничивая кругозор. Так возникает обратная усиливающаяся связь и формируется ограничивающая картина мира. Системное мышление выводит из этого замкнутого круга, приподнимая нас над ситуацией и создавая новый ракурс. Есть два противоположных подхода для оценок. Субъективный, взгляд на систему изнутри. Объективный, взгляд снаружи. Системное мышление используют оба. Полная объективность нереальна, так как мы не можем быть вне системы, частью которой являемся. Поэтому выбор подхода определяется тем, где мы проводим границы системы. Что касается объективности, то она бывает двух видов. Ваша собственная и другого человека. И ваша, и чужая ментальные модели – части системы, которые соединяются и взаимодействуют. Часто, чтобы понять другого человека, достаточно взглянуть на ситуацию и систему ваших взаимоотношений со стороны, по-другому расставив акценты и запятые в ваших отношениях, проанализировав смысл последовательности событий. Отношения между партнерами могут быть взаимодополняющими, когда они ведут себя по-разному, побуждая друг друга к ответной реакцией, скандалищие супруги, а могут быть асимметричными, когда они провоцируют друг друга на аналогичное поведение – гонка вооружений. Учитесь брать ответственность на себя, но не путайте ее с чувством вины. Системный подход должен исключить из вашей жизни категории обвинения и самообвинения. Будьте способны достойно ответить на вызов, трезво оценить ситуацию. Пусть у вас будет выбор, как вам поступить. Именно так обретают влияние. Часть 4. Рисуем выводы Используя системное мышление, можно отразить выводы о ситуациях и системах при помощи графических образов. Изображенная в рисунках система хорошо поддается анализу, позволяет выявить паттерн и решить проблему. Рисуя модель, помните, что ее главный герой вы и что она строится на вашем личном опыте. Не забывайте о цели. Начать выстраивать модель можно с чего угодно. Включайте в нее все, что вы чувствуете и знаете. Особенное внимание уделяйте повторяющимся событиям, а также растущим и убывающим элементам. Если вы хотите включить в рисунок неизменные элементы, подумайте, что они для вас значат. Определите границы системы, в том числе и временные, и круг людей в ней участвующих. Сюжетом графика могут быть усиливающие и уравновешивающие контуры, а также любое их многократное сочетание. Для примера рассмотрим систему, ограничивающую пределы роста и состоящую из двух разных контуров – усиливающего и уравновешивающего. Удачная рекламная стратегия может иметь успех в первый и второй раз, но со временем она наскучивает аудитории и перестает приносить успех. Или ранее эффективный антибиотик со временем перестает помогать, поскольку бактерии адаптировались к нему. Таким образом, уравновешивающий контур начинает тормозить усиливающий. Существуют также модели эскалации, состоящие из двух уравновешивающих контуров – гонка вооружений, война цен у конкурентов. Два уравновешивающих контура могут также составлять и схему личных финансов, когда человек экономит, чтобы накопить денег, а затем тратит их впустую. Модель монополии – деньги к деньгам, везет везучим, или зависимости – никотиновой, наркотической – состоит из двух усиливающих контуров. Модель, где уравновешивающий контур сверху, а усиливающий снизу, характеризует латание дыр – быстрый выход из положения, но при усугублении проблем в перспективе. Могут быть и намного более сложные схемы из нескольких контуров, которые обретают наглядность в графическом отражении. Заключение. Система – сущность, взаимосвязанные части которой функционируют как единое целое. Системное мышление обращено к системе в целом, к ее частям, а также, что очень важно, к связям между ее частями. Свойства системы называют эмерджентными, или возникающими, потому что они возникают только в процессе ее работы. Поэтому, чтобы понять свойства системы, надо наблюдать за ней в действии, следуя от общего к частному. Поскольку поведение систем больше зависит от связи между ее элементами, чем от самих элементов, выявление одних и тех же принципов и особенностей поведения позволяет понять свойства разных систем. Даже в хаотических на первый взгляд системах можно найти схожие структуры событий, повторяющиеся на разных уровнях. Существует предел разрастания систем, после чего они становятся громоздкими, плохо поддаются управлению, в них сложнее выявить потенциальные проблемы. В бизнесе и других организационных структурах большие системы лучше разделять на более мелкие с промежуточными уровнями управления. Система не может работать эффективнее, чем работает ее самое слабое звено. При попытках улучшить систему, увеличивая эффективность одной из ее частей, система теряет сбалансированность. Сложные системы, даже самые неэффективные и неудачные, довольно стабильны. Они противятся любым изменениям. Чтобы изменить систему, надо найти ее уязвимое место и приложить усилия именно в этой точке. Так называемый принцип рычага. Кроме того, изменить систему можно дестабилизировав ее и найдя для нее новый аттрактор, новое состояние стабильности, к которому она будет стремиться. Системное мышление нелинейно, для него характерны контуры обратной связи, усиливающий и уравновешивающий. Усиливающая связь с каждым циклом все больше удаляет систему от первоначального состояния, а уравновешивающая связь, напротив, поддерживает стабильность системы и противодействует изменениям. Обучение тоже строится на обратной связи. Анализируя любую обратную связь, надо обязательно помнить о задержке обратной реакции во времени. Мир нелогичен и хаотичен, поэтому для его понимания одной логики недостаточно. Формальная логика «причина следствия стоп» не работает в системах, поскольку системы цикличны, причина может быть следствием и наоборот. В системах присутствует фактор времени и рекурсия, оценка распространяется на саму оценку. Наши ментальные модели тоже системы. Их создает все, что мы разрешаем себе увидеть. И наоборот, ментальные модели позволяют нам видеть только определенные вещи. Так возникает обратная усиливающаяся связь и формируется ограничивающая картина мира. Системное мышление, использующее и объективные, и субъективные оценочные подходы позволяют выйти из круга стереотипов, лучше понять ситуацию и других людей, изменить ограничивающие ментальные модели. Совершенствуйте свои ментальные модели и старайтесь объективно воспринимать свой опыт.